Доброе утро! Утро уже не ранее, время без 15.09 и я мчу на барахолку. Тут у меня терзаются смутные сомнения. Во-первых, ночью был дождь, поэтому я как бы не очень торопилась прямо скакивать с кровати. А во-вторых, сегодня суббота, но суббота рабочая, поэтому мне, конечно, есть надежда, что барахолка будет работать, но это не точно. Барахолка Воронежа находится на остановке юго-западный рынок. Этот рынок нужно обойти справа, за вот эти вот рестораны Быстрая точка, обойти его. Вот здесь уже на земле за вкусной точкой начинается, собственно говоря, барахолка. Здесь люди стоят на земле, в основном со своим, вот, и чуть дальше будут уже такие места, которые на столах, на машинах, то есть там, где работают профессионалы, профессиональные продавцы. У меня сегодня подробного обзора не будет, потому что, во-первых, у меня есть цель, есть план найти что-то для магазина, то есть не снимать, а именно покупать. Это, во-первых. Во-вторых, я ограничена во времени. У меня сегодня запись к парикмахеру, поэтому мне нужно очень быстро пробежаться, посмотреть, может быть, что-то купить. Постараюсь снимать, может быть, что-то обзорное, просто чтобы имели понимание. Пока здесь ничего интересного я не вижу. Пока в основном это именно старые, наверное, никому не нужные тряпки. Хотя кто-то что-то ищет, что-то рассматривает. Конечно, здесь нужно искать, а не снимать. Ну, в общем, я с вами на этом пока что попрощаюсь. Стоит наш дружище. Привет! Привет! Расскажи, что у тебя тут есть? Мы взяли всего по чуть-чуть. Сегодня взяли или? Сегодня взяли не все то, что есть. Елочные игрушки, бижутерия, бусики, кольца и браслеты. А что нового? Что вы с тобой еще не показывали? Много я тебе не показывал. Селедочницы. Эту я, по-моему, к тебе приносил, а это нет. А расскажи, что это такое? Какой возраст, сколько цена вообще? Это конаковая селедочница. Это сороковые годы. 500 рублей. А рядом такая красивенькая. Это Кузнецов, но клеймо было стерто, утеряно. Она полторы тысячи. Из интересного вот такая вот икорница. Это завод Болотина, конец 19 века. Она съемная. Это двойное стекло, ручная роспись. Ну, это, конечно, шикарная вещь. 8000. Так, что еще у тебя есть? Вазочка вот та вот маленькая, хрустальная, красивая. Ну, это хрусталь, вазочка такая, 500 рублей в идеальном состоянии. Такую я тебе еще не показывал. Это наша, это завод Красный Май. Гутное стекло двойное. То есть, здесь она на свету при преломлении хорошо играет в идеале. И в чем интересное, отличается от современных, так сказать, от чешских. Нигде нет вот этих вот зазубрин, которые мне лично не нравятся. Такая 2 500. Семидесятые годы. Завод Красный Май. Красивая. Такие вот тарелки с оленями. Это Бугульминский, не могу запомнить. Завод в Казани делался. 5 штук в наличии, 500 рублей тарелка. Такая вот, ну, это копия сделана. Винлоу, да? Правильно. Я не помню, как называется, но это Гонконг, Китай, где-то 80-е годы. Да, они делали реплики такие вот на ножках. А что это? Что это предположить? Это полоскательница из того, что я информацию нашел. 4 тысячи рублей она. Конфетница такая из редкого набора. Это игральные масти, ЛФЗ. Её цена? 2 500, но есть маленький скольчик. Такая интересная висичка, не часто. Вот такая есть интересная кружечка. Если не облезься, да? Да, шутихо, то есть с ним невозможно напиться из-за дырок. Это конакова по лекалам Кузнецова, но это сороковые годы производилась. Такая полторы тысячи. ЛФЗ. Кобальт, 700 рублей, вазочка. Жалко, вот такой очень красивый, прекрасный. Графин дубок, но, к сожалению, с повреждением. 500 рублей. По нашим воронежским тематикам, хрустальная такая ваза. Да, это в Воронеже 400 лет. Это 86 год. Ты даже помню тот день города, когда был шествия с Петром Первым. Тысяча рублей. Так, а вот этот мальчик? Мальчик это гипс, 50-е годы. Он после реставрации его заново окрашивали. Их выпускала серия первоклассники и первоклассница. Он у нас тысяча рублей. Так, тут наша тема. Что у тебя тут? Матрешки. Такая куколка. Да, полторы тысячи. Неваляшечка. В 80-е годы. 700 рублей. Клоун такой. 500 рублей. Так, по бижутерии. Брошечки. 500, 300, 300. Пейзажный янтарь. Такой кулончик достаточно редкий. 4000. Это то есть цельный кусок просто отшлифованный, не плавленый. Такая же вот эта интересная вещь. Я очень долго пытался узнать, что это. Шатлен? Это пуговица. Пуговица? Это в Латвии на свадьбу застегивали. Типа, кафе, к жениху. Ну, по-моему, это называется шатленом, если я не ошибаюсь. Ну, это и шатленом можно назвать, но изначально вот это так производилось. Такое янтарь. Что тут на что? Это что такое? Это серебряная запонка. Да. Из интересного вот такие бусики появились. Керамика. Они, конечно, ближе к современке, но это в росписи. Такой вот замочек. Полторы тысячи рублей. Какие яйца, да? Ой-ой-ой. Яичной джемчуг. Чешки. 300 рублей. Такой вот бисер. По елочным игрушкам. То, что с собой. Вот такие относительно для нашего города редкие. Это Воронежская именно фабрика изготавливала серию. Такие вот поросятки. И такие вот дельфины. Они по 500 рублей. По 500 рублей. Все понятно. Ладно, я только начала. Поэтому я еще пройдусь. Наверное, еще подойду. Гуляй, заходи в гости. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...